добрый день дорогие мои у нас суббота и как всегда в субботу мы с вами говорим на темы которые ближе к нашему телу тело наше нельзя отвергать как необходимый инструмент для достижения царствия небесного для того господь нам и дал тело чтобы мы им могли развиваться и самое главное чтобы мы могли им постигать любовь поскольку душа сама по себе без тех ощущений которые дает тело любовь постигнуть не может да больше того мы же уже неоднократно говорили что на самом деле вот в той системе которую предложил я он лестничник тело это часть души 5 души и поэтому отвергать его совершенно невозможно и всячески нужно заботиться о том чтобы через тело к нам пришла любовь или знание любви поэтому когда мы с вами слышим некие разговоры о том что всячески тело нужно уничижать всячески тело нужно значит мучать то я вам скажу так эти разговоры для разных духовных можно так сказать систем совершенствования они кому полезно кому и не очень поскольку естественно когда уходит в монастырь молодой мужчина у которого нет возможности некоторые свои телесные особенности исполнить вы сами понимаете о чем идет речь то естественно одними из главных способов украшения своих телесных страстей у него является воздержание то есть мало ешь мало спи больше работой и всячески делай телу нехорошо чтобы она ночью не приходила к желаниям которые тебя будут мучать но у человека семейного есть другие потребности и здесь в определенный период особенно если это период детства или юношества некие воздержание могут быть для тела неприемлемо и даже опасны если вы например не докармливаете своего ребенка в то время когда он должен быть сытой а бывают такие матери которые вдруг сами постятся и давай мы детей тоже приучим поститься они будут у нас постниками а в конечном итоге дети дети недоразвитые у них умственные способности ухудшаются потому что они во время такого вот искусственного аскетизма искусственного заставления родителями их недоедать недополучают те вещества которые должны быть у него для развития ума и его умственных способностей это беда это беда как особенно она серьезная когда какие-то вот прямо фанатики появляются церковные в доме матери отец и всячески вот проповедует такое что давай не докормим но это отдельная тема можно на нее значит отдельно поговорить а сегодняшний вопрос обусловлен одной из вас которые увидев мой ролик где я помянул о благорастворении воздухов и спрашивает меня бочка что такое благорастворение воздухов что-то я никогда об этом не слышал мне конечно очень странно что ты не слышала потому что их и благорастворение это поминают в великой ектенье или в мирной ектенье на литургии это самое главное ектенья всей службы в ней весь набор того что мы должны поминать того что должно быть таким как мы хотим по нашим молитвам и в этот набор состоящий из 11 прошений 11 там прошение мы там просим и о мире всего мира чтобы не было никаких войн мы просим о том что у нас патриарх и епископат был правильный много мы можете посмотреть просто текст сейчас в интернете несложно это найти великой ектенье и там все все в общем то есть но в состав ее входит и о благорастворении воздухов воздухов вот так в общем то звучит просим и что это значит если вы пойдете сейчас посмотреть в ну скажем на православие ру на такой контент либо просто пойдете на патриархийный сайт и там найдете вот эти все объяснения то вы увидите что основной акцент о том о чем мы молимся якобы вот в этом возгласе происходит от того что мы хотим чистого хорошего воздуха чистого хорошего воздуха я скажу что да в последние годы особенно десятилетия эта проблема очень тяжелая и загрязнение воздуха на самом деле одна из тяжелейших проблем человечества с которым она не знает как бороться нет ну знают конечно там всякие фильтры ставит там или еще что-то у нас звучит в основном потепление воздуха на самом деле это потепление в большой части происходит из-за загрязнения кроме выделения цио выделяются частицы грязи или химикаты которые летают и которые на самом деле уже окружили весь мир у нас так сложено в природе что все стягивается к экваторам то есть вот на самом деле выходит на севере дымы а на экваторе движение сами понимаете поскольку тут основной диаметр планеты больше и все вот это стягивается к экватору так вот если смотреть сейчас на предельно допустимые нормы которые установлены как чистый воздух на планете то вот области экватора они уже очень сильно загрязнены там практически нет чистого воздуха ну я вам давайте я вам вот вот карту выложу вот как распределяется в общем грязный воздух по планете но это не значит что он вот только там вот только туда все вся грязь собралась и там уже совсем плохо на самом деле очень плохо и в некоторых городах у нас в стране просто давайте честно скажем что абсолютно плохо в москве вас к москва мы знаем на семи холмах ее все время радовались что она на семи холмах на самом деле она в низине еще получается и поэтому все выбросы которые в москве происходят они к сожалению в москве надолго и и остаются и поэтому в москве и вода практически неприемлемая и воздух вообще неприемлемы если я вам покажу карту пдк москвы ну вот давайте вот то здесь на этой карте есть еще некое такое лукавство москве примерно в девяносто шестом девяносто восьмом не помню в каком году при лужкове приняли временные нормы пдк то есть предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и в воде которые превышают общие нормы в несколько раз ну по моему в 10 раз насколько я я помню и поэтому когда решили что эти нормы можно повысить повысили как бы для москвичей нормы питания улучшили улучшили значит считая что вот таким образом они питаясь хорошенько и всякой у них поэтому зарплаты выше у них пенсии выше у них социальные пособия выше повысили медицину таким образом стараясь компенсировать вот ту заболеваемость от плохого воздуха и от плохой воды в москве на самом деле нас это не срабатывает то есть на самом деле заболеваемость людей заболеваемость детей в москве гораздо выше чем на периферии скажем у нас но у нас скажут что тут нет никакой медицины никто и не ходит к этим врачам ну может быть и так конечно и и такая есть проблема но по-моему такая общая общая вот я цифру не помню 35 раз затраты на медицину москвича больше чем у того кто живет на периферии и основная все равно остается проблема заболеваемости в воде которую там считают все там хорошая вода там ее пить можно она входит в пдк в какую пдк я приезжаю к друзьям которые пьют воду из крана да она у них стала чище чем раньше было но я не могу у меня организм не принимает потому что я пью свою вот воду как говорится родниковую поэтому вопрос благо растворения воздухов то есть чистого воздуха стоит чуть ли не на первом месте у человечества на первом месте у человечества и решить этот вопрос будет крайне сложно тем более что мы видим какие сейчас идут энергетические войны как опять начинают открывать станции работающие на угле там но на самом деле самый большой выброс вот этого плохого воздуха то есть вот этих загрязняющих веществ он даже не совсем от предприятий то есть 25 процентов дают машины а 50 процентов плохого вот неправильно сожженного воздуха дают на самом деле летательные аппараты самолеты самолеты есть где-то статьи что больше всего дают там воздуха плохого вулканы или там но это они дают как раз co2 то есть вот они загрязнения которые настолько ядовиты для человека что вызывают рак вызывают рак кожи желудка на ну и все всего под понятно и поэтому понятно что в современных то условиях разговоры о том что чистый воздух благорастворение воздухов чистый воздух это о нем молитва плюс добавляет эта молитва о климате чтобы еще этот благорастворенный воздух значит были была хорошая погода хорошие значит атмосферное явление чтобы росло все как как полагается у нас пистяках кстати как-то не так как везде тут все время можно так сказать благоприятные для роста растений погода потому что дожди идут реже но обильные вот засухи я за 30 лет жизни здесь только две видел так чтобы ну уж было тяжело ну все равно пережить как-то это можно но друзья мои когда создавалась это ягтинья и когда говорили об этом так надо мне воду включить в другое место то она здесь переливаться начало сейчас я одну минуточку а так все включил в другом месте так вот когда создавалась это их тенья конечно этой проблемы не было никаком загрязненном воздухе никаком неправильном климате конечно тогда не знали больше того поскольку как-то локализовано было тогда христианство в странах южных так скажем вот потому что иоанн златоустой же эту и к тенью вставил в литургию и по иоанну златоустому мы ее и служим эту литургию а он где жил сами понимаете но я вам показывал где он кончил жизни это тоже абхазия здесь разговор о том что какой-то грязный воздух был в его время или климат какой-то не совсем благоприятный говорить сложно говорить сложно поэтому если мы или я задумавшись а что же это их тенья из себя представляет сделал вывод что все-таки речь идет о том чтобы воздух стал святым благо растворенным если мы с вами разбираемся и читаем тексты в том числе святых отцов как двигаются силы разные злые и добрые ангелы как говорится в пространстве то мы видим что они двигаются в воздухе по воздуху когда-то рассматривалось три воздуха вот в то время когда значит создавалась это их тенья у греков у них было три воздуха аир это воздух который мы дышим воздух царствие небесного куда поднимаешься на что на чем на облаке подняться мы должны в царстве небесное ну и подземный воздух там тоже воздух этот вот считался что он точно зараженный но у них то пример эти вулканы действительно откуда-то снизу вот эти идут в воздухе булькает чего-то смотришь на серные источники в абхазии веришь что что-то там что-то там в подземелье делается что там воздух точно надо благо растворенным иметь поэтому в большей степени благо растворенные воздухе на мой взгляд относится к тому что действительно благодать растворяется в этом воздухе то есть она вытесняет из воздуха окружающего тебя злые силы злых духов вот чтобы они не летали тут по воздуху не мелькали в нос не попадали и при разговоре в рот кстати есть такие что меньше разговариваем меньше в тебя злых духов попадет и все остальное есть такие показания вот и это на мой взгляд главное что в этой ектинеи в молитве на самом деле звучит что вокруг тебя должен быть святой воздух благо растворенный воздух кстати мы опять сидим в бане и я еще раз могу вспомнить что если вы найдете например служебник пик петра могилы то там есть молитвы по изгонянию злых духов и в бане в том числе и в паре и в воздухе банном тоже молились чтобы они были благо растворенные чтобы в них не было злых духов когда ты приходишь и в бане моешься вот такой мой ответ поэтому молитесь всегда вот освящение пищи в домашних условиях обязательно должно быть молиться обязательно надо над пищей значит молиться о душе с утра и и на ночь тоже обязательно и обязательно не забывайте о благорастворении воздухов воздухов ну в церкви то много для этого делается чтобы еще вы выгнать из воздуха там помните и окропление какие-то идут и ладан на самом деле курица как святая такая можно субстанции которые выгоняет этих злых духов они от ладана якобы бегут поэтому вот это еще считается дома можно жить ладан некоторые говорят можно ли дома можно есть специальные такие устройства для на свечке или на лампадки сжечь этот маленько ладан но можно еще и по-другому это тоже растворяет воздухе тоже выгоняет из вашего дома из ваших углов этих злых духов вот так такой ответ здоровья вам всем радости ну и тем кто в бане идет с будущим легким паром аминь